Ой, друзья, если вы сейчас стоите, садитесь, если вы идёте, присядьте тоже, пожалуйста, информация сейчас будет важна, я думаю, по названию этого ролика вы поняли, о чём пойдёт речь и где я оказалась. Я в Париже. Поверила ли я сама в том, что я была в Париже? Наверное, нет. Я до сих пор ещё в это не верю и не осознаю, если честно. Факт остаётся фактом, я смогла попасть в Париже. Быстрый экскурс. Почему же так долго, если кто-то не знает, почему же так долго я этого хотела и почему же это для меня такое значимое событие? Кто не в курсе, я получала 4 раза отказ на визу, да, и только на 5 раз я получила. Значит, первый отказ у меня был просто туристический, мы с Сашей хотели попасть во Францию в 2022 году, летом нам отказали, потом я делала туристическую в Грецию, мне отказали, потом я делала студенческую во Францию, мне отказали, потом я делала по приглашению мужа, мне отказали, и потом добрые итальянцы такие, типа, ааа, Дольчевита, давай, приезжай к нам, Господи, пожалуйста, вообще, да, месяц мне дали первую визу, прикиньте, я, честно сказать, не поверила в этот момент, абсолютно. 70 дней у меня лежало опасно в посольстве, да, долго не думали. Давать ли ей Дольчевиту или нет? Ну, дали Дольчевиту, сказали, итальянцы вообще теперь самые лучшие. Нам бы даже если на 5 минут визу дали, мы бы поехали. Вот, я, конечно, ошалела, что мне дали визу первую на месяц, это было очень круто, поэтому мы решили ехать и в Евро-3. 6 дней мы находились в Париже, но вы увидите только 3 дня, 3,5 дня из Парижа, остальное будет у Александра. Вот, как я летела, давайте расскажу, потому что этого фрагмента тоже нету. Суть в том, что я вообще не осознавала, не понимала, что происходит, куда я лечу, и что это реально сейчас происходит со мной. К сожалению, у меня нет видео, как я счастливо получаю визу. Я пришла в визовый центр, и мне как бы ее сразу же вот так раскрыли и дали, вот так сразу же. То есть, момента... Безумела в жопу полезно сразу. Да, безумела в жопу. Я не смогла заснять момент, где я такая счастливая ее получаю, потому что это было прям вот там, а снимать нельзя в визовом центре. Вот, зато у меня есть реакция близких мне людей, Саша, мама, там, друзья, как я им показывала. Вот, посмотрите. Вот, как вы понимаете, все действительно были счастливы. Она мне звонит и плачет. Я думаю, ну, блядь, ну, пятый раз, ну ты что еще не поняла, что уже похуй, зачем плакать? А потом она мне разворачивает, и это были слезы радости. Да. Это вообще... Как в фильме. Как в фильме, да реально как в фильме. Получается, я получила визу в конце августа, и мы только вот в конце сейчас уже поехали, сентября, во Францию. Этот месяц было очень тяжело, очень тяжело скрывать, на самом деле. Я очень хотела показать, но Саша мне запрещал, говорил, нет, нет, вот когда мы приедем, мы всем расскажем. А пока ничего, чтобы был вау-эффект. Но этот месяц мне было реально очень сложно это все выдерживать, держать в тайне, скрывать. Вот, но реально вышло очень круто, что я уже, когда я в Париже оказалась, вам это показала. Если вы не видели, если вы вообще не в курсе об этой новости, то, пожалуйста, приходите сюда. Ребят, вы вылезете из танка. Сака! В смысле, типа ты в танке сидишь? Короче, подписывайтесь на мои другие соцсети, потому что там новости, понятное дело, день в день выходят. Свежее хлеба. Свежее хлеба. Как я долетела до Парижа? У меня были две остановки. Первый самолет был Москва-Стамбул. Я летела 4 часа, было очень тяжело, на самом деле. Я вообще не кокущая была. Еще я не спала от нервов, от стресса. Я долетела до Стамбула. Потом у меня была пересадка до Рима. И когда я прилетела в Рим, я вообще не поняла. Я не осознала того, что я сейчас нахожусь в Европе, что я реально здесь. И у меня такая случилась, знаете, даже дереализация. Я вообще не понимала, где я нахожусь. И, ну, реально, типа, вот я вам сейчас ставлю фрагменты. Как я себя ощущала в этот момент? Я в Италии. Блядь, что? Что вообще? Так. Я сейчас сама пока не понимаю ничего. Ребят, вообще не знаю, что говорить. Я в таком шоке. Вот. Блядь. Просто был такой сложный перелет. Я так стрессанула. Вообще ничего не понимаю, что происходит. Почему я в Италии, блядь? Видите, как тяжело вообще мне? Да? Понимаете, надеюсь. Вы понимаете, я даже не могу два слова нормально сказать, потому что я просто пребываю в таком полнейшем шоке, что я нахожусь в Италии. Я нахожусь в Европе, что, ну, типа, я ничего не осознавала. Я видела, что на номерах машины, типа, написано вот эта вот буковка I, ну, типа, Италия. И я такая думаю, чего? Что? Просто? Короче, реально, для меня это было... Для меня это был полнейший шок. Значит, потом, через пару часов, у меня был самолет до Парижа. Долетела, все нормально, лететь было два часа, собственно говоря. Ну, а потом ко мне постепенно начало приходить осознавание, что я реально в Париже. Ребят, я в Париже. Спустя 17 часов в дороге, три перелета, я в Париже, нахуй. И вот вы сейчас можете обратить внимание на то, как мы встречаемся с Сашей в аэропорту. Ну, и все, собственно говоря, дальше уже влог я начала более-менее нормально. У меня сейчас могут быть вначале очень смешанные эмоции, я там и плачу, и у меня какая-то вообще какое-то безразличие. Я надеюсь на ваше понимание, потому что... Ну, это был очень длинный и тяжелый путь для меня, и я вообще не то, что даже на такую эмоцию южу... Я просто была в ступоре. Это, знаете, вот состояние, когда ты просто пребываешь в таком шоке, что тебя ступорит все. Типа, ты не понимаешь вообще, что происходит, как реагировать, и... Ну, я не знаю, как это объяснить. Ты как будто в вакууме находишься, информационном, эмоциональном. И да, это сложно, это тяжело. Было как-то сначала воспринимать и в это поверить. Опять же говорю, весь полет я действительно не понимала, что это происходит. Ну, как-то так. В общем, предусловие я вам рассказала. И давайте приступать к влогу. Надеюсь, что он вам понравится. Все, приятного просмотра. Ну что, я в Париже. Сейчас мы кое-кого... Я вообще не верю. Я пока не убежу от своими глазами, ни за что не поверю. Мне кажется, я сейчас смогу даже найти. Вот она стоит. Блядь, вот она! Моя в кепке, блядь! Пусть она скорее выходит уже. Но это пиздец. Это разъеб. Миллиард эмоций. У меня нет никаких, блядь, слов. Кто бы сказал, что это случится? Уже никто не верил. Никто не ждал. Все, пиздец. Я увидела Сашку. Пиздец. Ребята, хочу обсудить с вами одну очень важную тему. Недавно меня чуть не развели на деньги. Те, кто меня давно смотрят, знают, что меня однажды развели на достаточно большую сумму денег. Мы тогда еще весь день в полиции просидели. В общем, да, ситуация была страшная и неприятная безумно. Я думала, что я посидею от нервов тот день. Короче, вот на днях мне поступает снова подозрительный звонок. Но ура-ура, ситуация не повторилась, потому что я уже знающая дама. Но признаем, что в такие моменты самая большая проблема телефонных мошенников в том, что они идеальные психологи и манипуляторы. Это точно. Это проверено, к сожалению. И, допустим, вот у меня есть уже опыт и понимание, что на такое не нужно реагировать никак. Но у многих людей, особенно взрослых, такого понимания нет. Это я к чему? Пожалуйста, будьте всегда на чеку. Предупредьте своих родителей, бабушек, дедушек, как на такие вещи нужно правильно реагировать. А лучше подключайте им и себе моя безопасность от Билайна. Кстати, самого безопасного оператора. Он предупредит о спам-звонках и мошенниках или заблокирует их. Даже в мессенджерах, телеграмм, ватсап, вайбер. Подключить защиту можно бесплатно в приложении Билайна. Все ссылки я оставлю вам в описании. Очень прошу вас позаботиться о своей цифровой безопасности. Это, правда, очень важный момент. Ваша безопасность в ваших руках. Все, продолжаем смотреть видео. Все, мы с Сашкой набалакал на француз. Мы купили квартиру. Мы купили квартиру. Пусть мы круче будет. Господи, конечно. Как мне дали визу. Конечно же, мы купили квартиру. Саш, как ты считаешь? У меня дериал. У меня тоже очень жесткий до сих пор. Очень жесткий дериал. Я такой был уставший, очень ужасно. Но встретил сейчас тебя и понимаю, на каких фонах теперь я тебя буду наблюдать. Во-первых, я тебя просто очень рад видеть. Мы давно очень не видели, себя скучал. Плюс ты еще, блядь. Я в прижи. Я когда летела, увидела эту левую башню, я себе вкульчила. Тут это. Понятно. Едем. Едем заселяться. Пока что-то чудновато, конечно, все выглядит. Тебе очень понравится. Это нашаты. Если что, с выбитыми стеклами. Я попросил домик продувать. Саш, я сейчас на секундочку поверила, что это нашат. Вот это? Блядь. Сука, из-за вот этого хуйни нет этого вида. Блядь. Какие здания? Вид должен был быть шикарный. С тракодырой, это главная смотровая площадка. Я в ахуе что, у нас его нет. Перелопатили Париж за этой Олимпиадой хуевый. На автобусах наклейки Олимпиада. Ну пиздец. Ну мы увидим чуть-чуть попозже. Загляни, загляни. Загляни, загляни. Ой, нет. Да, да. Сейчас мы когда к ней подойдем, посмотрим. Мы не будем к ней подходить. Ты... Ты в тебя не будет шанса не... Что значит, мы не будем к ней подходить? Мы не побежим сейчас. Как будто же вы пинтерос, блядь. Да, вообще. Как будто вот везде можно сфотографироваться. Ты встал просто в помойке и уже симпатичен. Это просто мечта. Вернуться сюда спустя миллиард лет. Ой, 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 еще осенний Париж. Прям приятная осень. Красиво, очень красиво. Нет, пока не хочу смотреть. Вот она просто огромная. Нет. Ну все, все. Ну пиздец, два с половиной года, блядь. Туда-сюда, туда-сюда. А дальше что делать? Все, цели нет больше в жизни. Цель выполнена. Миссия пройдена. Вы победили босса. Реально, ну хоть так. Все, друзья, нормально, подуспокоились. Эмоций много, володения много. Ну все, надо идти кушать реально, потому что Саша сейчас вообще, ну его червячок уже там подъедает, да? Я сказала, что нам нужно снять сначала ром-тур. Показываю. Короче, вот такой вот. Это просто ебейший, блядь. Я не знаю, где он нашел это. Но это просто пиздец. Разъебало в пиздец. Это вообще, ну тут вообще без комментариев. Мне кажется, я бы за этот вид столько денег бы отдала. Но сам, типа, сама квартирка очень милая. Она хоть и небольшая, но супер крутая. Типа, тут кухонька, чай, все есть. Тут у нас очень шикарненький душевая кабина и туалет. Очень мило выглядит вообще. А это очень важный аспект. Лиза может покинуть квартиру, если там будет очень красивая ванна. Ну да, мне... Ну не то, что красиво, а если там чувствуется какая-то антисанитария, да, действительно, типа, мне неприятно. Даже чуть-чуть легкая. Нет, ну нет, Саша, вспомни нашу квартиру в Израиле, ладно? Короче, да, мне важно, чтобы в ванной комнате было нормально, было чисто. Вот, и все, и диванчик у нас здесь. Ну, короче, при этом очень маленький, но очень милый. Вообще такая уютная. Мне кажется, уютней кафе. Блядь, мы уже бардак развели. Смотрите, какой красивый подъезд, господи. Королевский какой-то тут. Такой этот деревянный полк. Такие стены красивые. Самое главное лифт, ребята. Ну реально очень вайпер. Там еще снизу красный ковр, 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 ковр. Ой, ой. Я в нем, если что не поднималась, еще там дверь. Ой. Ой, я такого еще никогда не был... Саша, это что, закрывать? Ой. Все нормально. Я в таком... Ой, поехали. Ёганый папай, Саша. Молодец. Какую-то красивую квартиру нам нашел. И ты очень красивый. Сейчас пожрумкаем вообще, будет супер. Пока не перевариваем без еды всю эту атмосферу. Просто вот на этот... Ой, ой. Начинается Магдала. Тема вечеринки... Блин, не придумал. Просто. Реально, мы как будто с тобой очень, ну, очень по-царски. Ой, как красиво, господи, ты пипец. Вот реально, мы когда ехали сейчас в такси, говорили, что здесь очень красиво. Еще из-за того, что на архитектуре очень много мельчайших таких деталей. Прям ажурное что-то такое. Вот тут маленькая статуя, тут какая-то подпись. И это, конечно, реально все жесткий Пинтерс. Живой Пинтерс. Скажи, куда мы сейчас идем? Да, мы идем сейчас к моей первой квартире. Ну, не только, чтобы поностальгировать, а потому что снизу находится невероятное кафе, где самый вкусный Цезарь в мире. И опироль очень вкусный. А ты год назад, да, получается, был в Париже? Да. Здесь можно на красный? Да, здесь разрешено. Если нет машин, по закону ты имеешь право переходить на красный. Молодцы. Нет, не молодцы. Ой, блядь. Ну, за душу берет, конечно, стервочка. Но я поняла, что это вот Сашина станция, потому что он мне звонил по фестайму и шел до метро. Вот эти все футболки нам очень надо потом будет. Обязательно. Короче, я помню, что надо сейчас завернуть вот сюда и потом направо. Правильно? Абсолютно. Вот Сашин домишко. Ну, видок у Сашки, конечно, ну, литейший был. Ну, не, вы прикиньте, насколько, типа, реально, я уже, ну, мы с Сашей постоянно разговаривали по фестайму каждый день. Я знаю, вот, ну, типа, дорогу где-то уже, район, я знаю, как, ну, типа, где вот мы находимся. Там же они по цифрам. Вот я знаю, типа, вот эти цифры примерно, где как расположены. Парижанка. О, Эмили, в Париже вторая серия, она учит французский. Я сейчас попробую что-то перевести. Первые три слова сам я не знаю. Давай почему-нибудь полегче. Давай нахуй. Сэндвич, томаты. Нет, давай вот это переведешь, бургер. Бургер? Нет, ну. Бургер. 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 Ну, я неправильно читаю. Шедар, матюре, гуте, мизон. Бекон, суп. Все, ты принята в рэп-школу. Блин, ну, ребят, выглядит реально очень вкусно. С полтора года в Париже больше ничего вкусного не ел. Ну, выглядит прям вообще очень шикарно. Не как Цезарь, а вот прям как очень крутой салатик. Потому что тут авокадо почему-то. Ну, пусть будет. Давайте попробуем этот. Дегустасио. Дегустасио. Да, очень вкусно. Испортился. Был еще в пизе. Испортился? Да. Без тебя, потому что. Конечно. Ну, кто оценки не дает, он нормальный. Ой, смотрите. Замерцало. Как красиво. Вау. Ладно, я тебя прощаю. Так ошибаюсь. А вот у этого мужчины мигает, допустим, целый день. И пожестче, и целый день, типа. Поняли? Ой, пришли на вот это то самое поле. Поснимать тиктоков разных. Марсово поле. Марсово поле? А где вы? Дома. Дома. Беднись. Натавка. Короче, наснимали мы час снимали. Просто тики разные. Но какова красота. Дома. Я в Париж. Друзья, если вы еще вдруг... Если вы забыли. Да, если вы не поняли, может быть, забыли. Даже проснулась я в Берете, друзья. Вот настолько Париж удивляет. Ладно, я его надела, потому что у меня челка кудрявая. Не очень симпатично выглядит. А Саша сказал, что там сейчас будет в Пинтерест. Потому что Саша приготовил нам завтрак. И мы идем на веранду с этим видом. Ой, блядь, пиздец. Сейчас я еще не видела, только проснула. Пойдемте посмотрим, что же там. Ёкарный бабай. Друзья, ну... Это того стоило, чтобы два с половиной года подождать. Лизу. Улыблах дюкафе, уйдете? Дако. Охренеть. Смотри на этом столике, мы поставим камеры. И все будут смотреть на нас. И завидовать. Вы понимаете, эта поездка была действительно для меня очень важной. Я хотела, чтобы все прошло идеально. Особенно после всех этих мучений. Саша взял нам хороший билет. Нашел классную квартиру. Написал программу. Все забронил. Это касалось абсолютно всего. Поэтому я собрала себе все образы заранее. Как вы можете заметить, я продумывала образы до мелочей. Чтобы все сочеталось между собой и выглядело гармонично. Ну и в каждом образе самое главное, это, конечно же, детали. Я делала большой акцент на украшения. И по ходу того, как я собирала себе образы, поняла, что некоторых украшений мне не хватает. Поэтому я забежала в пользу дроп и кое-что себе докупила. Зато у нее есть свои мелкие радости. Запустить ладонь в мешок с фасолью. Сломать сахарную корочку чайной ложкой. И пускать блинчики по воде канала Сен-Мартен. Так, сейчас покажу некоторые украшения более детально. Первое, что я купила, это кулон с шипованным сердцем от бренда Омут. Если вы не знакомы с брендом Омут, очень советую вам зайти на позин-дроп и посмотреть их украшения. У них такая аглея эстетика, много шипов, цепочки. Часто очень актуально. Кстати, про шипы. Вы видели новую коллаборацию позин-дроп и кошек орце? Я купила себе тоже. Вот такое вот кольцо с шипами. Из этой коллаборации я себе его выцепила. Оно универсальное, оно реально подойдет под все образы. И будет их дополнять. Честно вам сказать, ну, конечно, любимый бренд в позин-дроп это позин-дроп лап. Вот эти всем известные сердечки, это все оттуда. Как вы можете понять, я реально их очень сильно люблю. Это колечко я тоже приобрела для поездки в Париж. Так, вам сейчас будет видно, но я купила еще сережки. Вот так они выглядят вблизи. Это от бренда Gem Kingdom. Серебряные сережки с кораллом. Тоже, кстати, вписались почти в каждый мой образ. Ну и вас без приятных бонусов я не оставлю. Поэтому по промокоду Барашек вы получите скидку минус 10%. Скидка будет действовать на сайте, в приложении и в офлайн-магазинах позин-дроп. Все, я пошла дальше выгуливать свои украшения по Парижу. Все, мы вышли с Сашей на улицу. Если вы забыли, где мы? Где мы? Мы, короче, сейчас в 2 часа, наверное, там фотографировались на балконе. Снимали такие рилсыки, да. Поэтому мы все еще не выходили из дома. А время уже, наверное... Час третий. Час третий. То мы просто сегодня решили реально, во-первых, выспаться, потому что я не спала весь перелет. И, во-вторых, так, ну, поэтому завтра, надеюсь, мы встанем в день. Здесь мы уже будем на улице. Короче, мы зашли за водичкой. И там были флажки. Ну-ка, дай. Саша, короче, взял сначала другой флажок, другой стороны. Я говорю, Саша, нидерландский, да. Потому что он, типа, не горизонтальный. Он вертикальный, горизонтальный, да. Я говорю, Саша, Саша, ну это не французский. Он говорит, ты меня учить будешь? Я говорю, Саша, ну французский вертикальный. Вот так встречаетесь с блогерами, они просто о вас расскажут все самое ужасное. Да, я не скрываю это. Слушай, может мне прям вот так вот? Расскажи про эти тупые крышки лучше. Сейчас, вот так вот. Короче, да, и еще здесь во всей, да, во всей Европе. Ну не знаю, проще очень много бутылок в Европе. Да, везде, где, даже на пересадке, пока я была в этом. В Италии такая же тоже была штука. У них крышки до конца не открываются, они, типа, держатся вот тут вот. Чтобы крышечка не падала, типа, чтобы бактерий не было разных других. Но пить, на самом деле, вот это неудобно, потому что она постоянно вот так в рот и мешается. Блин, на каком месте великом мы живем, а? Какую же ты квартиру нам нашел? Это пиз... Вот мы вышли из дома, и вот это у нас пиздец. Дольче Вита. Сейчас будем звонить моей маме по фестайму. Надеюсь, она сидит. Алло, мы в Паризе. Алло, устремили! Ой, смотрите, какие тут деревья необычные. Такие прям... Саша, как из Майнкрафта, да? Как будто вы этих, в материи, в кубиках все, разного цвета. Они какому... Это деревья камуфляж. А ты видишь здесь дерево? Нет, нет, не видно. Короче, Саша говорил, что он был... Раньше здесь машины еще ездили. А сейчас его сделали полностью пешеходным, но я думаю, это из Олимпиады. Теперь он закрыт. И Саша сказал, так намного комфортнее, да, тут фоткаться можно нормально. Да, здесь всегда раньше вот здесь выбегали и ехали в машину. Это тоже прикол, конечно, но... Я думаю, они спасли парочку десятков жизней. Ну да, здесь, конечно, народу дохренища. Итак, первое наше приключение с Александром это кораблики. В бассейне сейчас будем кататься, плавать. Красиво реально жить не заключить. Так, мы зашли вот в такую кафешку. Саша сказал, что здесь лучше макароны. Но выглядят они действительно очень красиво. Какие-то слишком симпатичные макаронцы. Какие самые вкусные? Все. Проходим сейчас центр русской культуры. И тут есть своя церковь. Где кто, что? Много наших звезд бывает. Водянова там ходит на службу. Да, мы все видим. Место очень долго это хотели, именно такой большой, большая его территория. И вот эти, получается, раз, два, три дома подряд. Ну, выглядит очень современно, красиво. Церковь я такого не видела вообще. Это все принадлежит как бы... Ну, красиво, очень красиво. Главное, что Водянова туда ходит на службу. Ну, это тоже самое важное. Так, вот видите, где... Сейчас. Вот так только, да. Где золотой факел вот этот вот. Ну-ка, рассказывай историю. В этом же месте, снизу. Там есть туннель, в котором ездят машины. И это стало последним местом, где была Леди Диана. Она умерла там. Там она разбилась. Была жесткая авария. Она была со своим арабским миллионером. Егишетским вроде бы. Вот, смотрите, там цветы. Все люди стоят. Вот под этим местом прям все. Все случилось. Они из отеля Ритс куда-то присели. Офигеть. Ну, это вообще загадочное обстоятельство. Как будто бы даже есть такая теория заговора, что это сама, типа, Элизавета вторая это все устроила. Потому что Леди Ди была еще той оторвой. Настояли, очередь небольшая была. Ну, мы протиснулись там чуть-чуть так, кто-сего. И мы сели прям на самый край. Это самая последняя лавочка. Здесь их просто тысяча человек. Невероятное количество этих лавочек. И мы успели сесть на самую последнюю, чтобы классно их снимать. Да? Да. Билетик сколько стоил сюда на поле? Ну, 2 500, наверное. А теперь перемножьте. И поймите, за один рейс кто-то становится миллионерами. Реально. А вы дальше сидите на диване. Они очень много зарабатывают с этого кораблика. Да, я посчитаю. Ну, это ты кораблик, извините. Это странно же. Все денежки всего мира посчитать. Ну, вот только в рублях один рейс стоит. А у них еще рейсов 10 за день. Просто посмотрите, у нас вид сзади абсолютно свободнейший. И сейчас вот эти люди не при... Так, ну-ка, съебались, блядь, отсюда, нахуй. Итак, мы проезжаем сейчас Grand Palais. Chanel его реконструируют. Очень много миллионов в год тратят на то, чтобы просто иметь возможность там делать показы. И вот на неделе Мод там будет показ. А, там показы все проходят? Да. А вообще там сейчас на Олимпиаде было фехтование. Офигеть. Вот эти, видишь, мы так близко с люксом. Мы вообще в люксе. Так, а это у нас мост Александра Третьего. Подарок от наших. Да, от наших. Тут очень ветрено, будет не слышно, поэтому я вам сейчас просто эстетики навалю. Хочу так же. Привет! Музей Арсе. Это бывший вокзал. То есть он ходил только в одно направление. Из Парижа в Арсе. Вот. Ну, вы видите, да, такие часы характерные, что для Орлеана. В Орлеан он ходил. Похоже очень, да, на вокзал. Ну, в середине 20 века за недадобностью, странно как-то в центре города только в одно направление, вокзал стал пустовать. И президент тогдашний Помпиду сказал, нихуя будет здесь искусство хуячить. И вот то, что в Лувре заканчивается там 17-18 век, они перенесли как бы сюда. И это получается мостик. Вот Лувр. И мостиком дальше, в следующую эпоху, идет музей Арсе. Там импрессионизм. Вот там Лувр, да? Да, там Лувр. А вот тут мостик и типа следующая эпоха. Вот здесь импрессионизм. Здесь Ван Гог. Здесь Мане. Здесь бла-бла-бла. Я не такой умный, но вот понимаете, там Ван Гог, самая главная звездная ночь. И есть вот этот Помпиду, который так за искусство, получается, топил. В честь него здесь самый главный центр современного искусства называется Честь Помпиду. Ага. Так он-то и называется. Буду знать. Саша с фисташкой. У меня с личи. Пробуем. Чё? Чё? Они идеально хрустящие. Идеально. Вот макаронс должен быть подсушен. Вот эта сама печенька должна будет быть немного суховат. Пьер Эрме считается вот прям именно классикой, классикой макаронс. Ебейшие. А, ребят, а вот тот самый сгоревший, пострадавший от пожара, великий Нотр-Дам. А вот и горбуны из Нотр-Дама. Да, это мы. Чё, ребят, его восстанавливают. Скоро уже, как вообще говорят, уже откроют. Совсем там год, полтора, два, и всё будет. Поэтому, друзья, в следующий раз Лизе дадут визу. Теперь это уже, наверное, будет, знаете, не так, да, ожидаемо. Но всё-таки пойдём. И вот, смотрите, все нам маршат. А под мостами все кричат. Я вам клянусь, вот я не снимал, под всеми мостами кричали. Очень много здесь стоит кранов, строительных лесов. Всё они восстанавливают, потому что обвалилась крыша, как бы, да, от возгорания. Ну, вроде уже выглядит, как будто скоро реально его доделают. Так, мы, короче, идём с Сашей к Лувру. Уже минут сорок идём. Ну, мы почти зашли. Мы решили не отдыхать, нигде не присиживать, потому что он скоро закрывается. Мы очень надеемся, что мы успеем глянуть в Мон-Лиску. Здесь ещё продавались каштаны. Я ни разу в жизни их не пробовала. Но вот сегодня будет первый раз. Я тоже. Давай, сначала ты. Пиздец какой-то, да? Это не очень вкусно. Не очень вкусно. Короче, вот так его открываем. Да? Да. У меня аллергии-то не будет? Ну, короче, реакция понятна. Это как будто цветная капуста, только цветная капуста имеет хоть какой-то вкус. А это вот прям вообще, вообще вкуса абсолютно вообще его ноль. Ой, ну тут прям, вот прикиньте, прийти после учёбы реально вот на эту зелёную травушку присесть и с такими видами домашку делать. Вау, хочется. Там лабиринт? Пойдём? А мы с Лоран Трахус. Короче, друзья, мы подошли к самой первой арке такой вот триумфа. Сделана она, ребят, не знаю. Очень красивая, очень. Как в Москве на Кутузовском, вот это знаю. На Кутузе, да. Да, на Кутузе, кофемане на Кутузе заваливаешься, да. Слушай, малиновые, ну ладно, неважно. И если посмотреть через эти ворота, просто прямо вперёд, вы увидите... Вон они, вон они. Вы увидите триумфальную арку, ну ту самую, да, самую знаменитую. Ту самую, да, огромную. Да, огромную. А если стоять у той триумфальной арки или иметь какой-то истребийный взгляд, взгляд, я не знаю, можно увидеть ещё третью арку. Это новый бизнес-центр, где заставить фотографию. А стеклянные такие, да. Да, мы там не будем. Я вечно там пересаживался, чтобы поехать в свой университет. Вот такие вот дела. Круть. Нет, вот это круть. Вот это покруче будет. Вау. Боже, как всё у них детально расписано. Это же там просто на каждый сантиметр есть какая-то расписная вещь. Господи. Ребята очень постарались. Молодцы, очень хорошо сделали. Ну да, ладно, впечатляет. Да уж. Давай, раз, два, три. Ей. Господи, легендарный день. Ребята, иду к Мона Лизе. Сашка желание между нами загадать даже сможет. Всё. Мы внутри. А то, что сейчас буду проходить по Сашиной бумажке. То, что он типа поступил, потому что я хоть... Ну, Саша хочет, чтобы я бесплатно прошла. Мне очень страшно, если честно, потому что я не хочу врать. Но Саша сказала, что так надо сделать. Всё, Сашин план сработал. Мне пришлось купить билетик за 22 евро. За 2 тысячи. Да, дороговато билет. Тут даже есть таблички, куда идти к Мона Лизе, чтобы побыстрее пройти. Так, первый важный спотик есть. Левр один из самых крупных и старинных музеев Европы. Собрал в себе более 300 тысяч бесценных произведений искусства разных эпох. И только 35 тысяч из них открыты для широкой публики. Итак, реакция на Мона Лизу. Ребята, ты её видишь уже? Нет. Ну вот, вперёд посмотри. Вот, и все люди, все люди, которые её фоткают. Мы тоже к ним присоединяемся. Вот, да-да, такая она. Шмоня. Нет, она очень маленькая. Она не большая. Загадывай желание, загадывай желание. Загадал? Сейчас. Да. Между двух лет. Сейчас. Именно здесь хранятся такие шедевры мирового искусства, как Джокондо да Винчи, древнегреческие скульптуры, Венера Миловская и Ника Самофракийская. Sorry. Картина коронации Наполеона и плод Медузы. Мне кажется, Лувр не нуждается в представлении. Мы и сами понимаем, насколько это важный объект для посещения. У нас было мало времени, поэтому мы прошлись лишь по самым важным экспонатам. Вот это красивый стрелец. Я же стрелец. Хорошо, внимание, посмотреть на мой вид. Шуловительный. Смотрите, здесь есть настольные игры тематические под Лувр. Даже есть хуэта, прикиньте, какой-то, наверное, расследовать что-то, типа, связанное с кражей, картины или типа такого. Я знаю. Интересно, хочется. Я бы купила такое, но у меня нет места, да, в багаже. Мы с Сашей зашли в магазин, взяли хлебушек, колбаску, перекусить, потому что мы выкладываем сейчас истории. ТГ-шку рассказываем, что я в Париже. Любимое место Эмили в Париже. Да. Покажи. Вот такая вот тут красота. Такой парк. Вот такие у нас гости. Блядь, и тут какие-то гости. Блядь, их не видно, но это какой-то пиздец. Это даже не комары, я не знаю, как показать эти какие-то сверчки, блядь. Это все на нашу колбасу. Хамоном не делимся сегодня. Мы, кстати, сейчас сидим в парке. Пале Рояль. Здесь сидела Эмили в Париже и придумывала, и совершалась... Как, что она делала, блядь? Она приходила сюда подумать, в этот парк, на это место. А мы пришли выложить стуль. Теперь это мое место. Я сначала увидела вот этот стул, говорю, о, типа, это здесь сидела Эмили? Саша говорит, нет, это какая-то другая Эмили. Нет, это вообще, блядь, Эмили Диккенссон. Ты чё? Тут еще есть вот такой питьевый фонтанчик, но я сейчас здесь буду обмывать ноги. Потому что они у меня пиздецкие. Я выпил воды, стал казанком. Так похоже. Пиздец, смотришь, очень грязный. Не грязный, пыльный. Грязный, пыльный. Лёд, лёд, тратно. Господи, смотрите, какой красивый конституционный совет. Я бы тут порешала важные тоже вопросики бы хотелось. Мы сейчас едем на день рождения. Внимание, к Сашиной подружке. Честно, немножко волнуюсь, потому что там будут, наверное, еще французы. Они будут что-то спрашивать. А я им чё? Я даже им ничего ответить не смогу. Только дакор, дакор. Я всегда, если ничего не знаю по-французски, говорю дакор, дакор. Это типа окей, окей. Я очень хотела сейчас сфотографироваться с вот этим красивым видом. Там, кстати, сейчас я подойду. Там офис Эмили в Париже. А, это вот этот. Вот офис Эмили в Париже, прикиньте. Хотела, короче, сфоткаться с чём? Вот со столбом. А он ведь, блядь, в жвачках. Я думала, такой дизайн. Блядь. О, ссори, это не оно. Вот он. Саша сказал. Я не смотрела. Ой, ну, блядь, как раз. Молодец, я тоже тут поработала. Мы зашли в аптеку, потому что мне нужны пластырь. Я вчера себе мозоль натерла. И внимание, какие я взяла. Ребят, мне надо точно такие. Зашли за цветочками. Ебать, я б жила в таком. Господи. Ой, да, чуть стрёмно. Набрала. Смотрите, какие красивые букетики. Очень красивые. И они, кстати, очень нормально стоят. 26 евро всего. У нас даже реально в Москве намного дороже цветы стоят. Очень красивые, очень милые букетики. И реально недорого. Вот этот красный. Вау. 25 евро. Я бы каждый день здесь себе цветы покупала бы. Ничего, мы сейчас, когда приедем в Китай, я тоже с таксистом поговорю. Знаешь ли? Чуть. Ну, что-то я ему скажу. Он делает режим. Вот и все. Ура, день рождения. Давайте же выучим французский и будем общаться. У нас просто... Ну, Соня, только ради тебя. Во-первых, такой прекрасный день. В таком прекрасном заведении. Посмотрите, как все шикарно. Шикарная именинница. И у нас просто... У нас не твой день рождения. У нас... Наш день рождения. У нас стол дружбы народов. Я, мы, Соня. Нет, ты поняла, типа? Здесь половина французская, половина русская. Лиза просто в ауте. Я сказал... Короче, мы забыли купить подарок, но мы обязательно купим. Мы только цветы успели купить, дойти. Но подарок, как я сказал Соне, это вот... Сикрет старт. Сикрет гест. Так, ну давай, че-нибудь чокнитесь. Давайте чокнемся. Глаза. Да, глаза, в глаза, в глаза надо. Вправляю французскую. Да, живой он универсер. Друзья, смотрите, что здесь у нас. Итак, сейчас будет проба пера. Давай. Как это есть? Как это есть? Смотри, держать вилкой, да? Ты берешь вот эту штучку. Ха-ха-ха-ха. Все, бери вилку, ты ее держишь ею, да? А, я ей держать должна? Да, 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 держи ее. Отпусти ее. Уже поддержка зала. Во, 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 давай, давай. Это есть, да? Да, это есть. Это вкусно. Это реально вкусно. Давай, давай, ешь. Ешь. И закусывай палочкой. Упс, скандаль. Как это в рекламе было, да? До слез. Улитка довела до слез. Вать к нам приехал, такой приват-убер. Нихуя себе. Только что вы были из таких смеянцев. Нихуя себе. Ну-ка, сними меня, блядь. А не много ли понтов-то? Эмили, подвинься. Эмили, двигайся. Я люблю ездить в шпагате. Я люблю, когда много места. Слишком ли мы это? Мы слишком круты. Слишком-слишком. Я теперь не Лиза Барашка, а теперь Лиза Биздашка. Друзья, тут, наверное, будет не слышно, поэтому будет озвучка. Вечер мы завершили в ресторане Le Roulet d'Entrecôte. Ссоре за мое произношение, суть этого ресторана в том, что там нет меню. Вам приносят стандартную закуску в виде салата и основное блюдо – стейк с картошкой фри. Место очень популярное, поэтому очередь на вход гигантская. Если захотите, посетите это место, пожалуйста, заранее приходите туда. Вот такой вот ебейший пусманище и еще картошечка-пюре. Ням-ням-ням. Ребят, это как ебейшее шоколадное мороженое. Это очень вкусный шоколад, я в шоке. Ребят, это было реально вкусно. Это особенно десерт вообще видели такое. Я нет. Да, это похоже на шоколадную такую штучку, типа крем, как будто мы ели просто крем. Но вкусненько было все равно, да. Ебейшее. Сейчас мы выезжаем, друзья мои, вы не поверите, но мы выезжаем на самое крутецкое кабаре. Там, к сожалению, нельзя снимать. Там голый тетий. Но, поверьте, там ебейший, как этот ужин. Даже, наверное, в 10 тысяч раз круче. И еще для меня было открытие. Вот когда мы сейчас были в ресторане на дне рождения Сони, я узнала, что оказывается в Пориже, если вы заказали, да, типа еще десерт, вот когда вы покушали, и такие, типа, можно выносить десерт, они все забирают со стола. У нас были две тарелки с картошкой, фри полные почти что. И они их выкинули. Я думаю, выканьте мне лучше в кармашек. Я ночью, блядь, покушаю под крутое видео, какое-нибудь, ну, это, под новую серию комбинаций. Ну, ребята, вообще-то, сами сказали, что можно забирать. Это шоу. Если бы они попросили, то оставили. Но все равно, типа, Саша сказал, что здесь нормально, что они забирают всю еду, даже если ты не надоел, перед десертом. Ну, а что ты будешь есть десерт с картошкой, ты макдональдсер, что ли? Да все умочено. У нас сегодня, Саша, день интересных авто. Мы сейчас опять вызвали минивэн, и вы просто посмотрите, пожалуйста, на какой-то рантейке мы едем. Мы вызываем обычное, самое, сейчас эконом. Просто, как, господи, тут это, экономы для звезд даже. Обалдеть. Нет, это как лондонский кэп, как будто выглядит снаружи. Да, вообще-то, как круто, нихуя себе. Как реально, как легенды, как звезды. Да, друзья, можно ездить теперь. Просто. Я в шоке. Все, друзья, мы здесь, пиздец. Сейчас на голый тити будь. А ты что, блистай, что пошел? Вышел отсюда, бля, быстро. Видишь ты, на голый тити? Да все, ладно. Ах ты какой, хитрый, а. Короче, друзья, пришли, все, посмотрят. Нам сказали, что можно снимать только до и после. Вот наша до. Вот наша до, сейчас снимем после. Смотрите, здесь написано, что это самое трушное кабаро-шоу. Прикиньте, мы в историю сейчас вообще окунемся. Ну как? Мы после. Ну прикольно было. Нам понравилось. Хорошие девчонки. Молодцы девчонки. Девять веселых девчат. Хорошие веселые девчонки. Особенно нам понравилась Руман и Слава, которые делали чечетку. Ребят, тут были два мужчины, такие, ну они прям взрослые, такие прям уже почти, что дедушки, мне кажется. И они минут 15 ебошили чечетку. Вот это было реально круто. Вот это реально было неожиданно. А тюлочки вообще супер. Короче, вот так выглядит сам зал. Вот такой вот он, типа атмосферный. Мы сидели вот здесь, но оно было на самом деле видно. И мы за эти места, то есть это середина, а мы сбоку. Мы заплатили за двоих 18 тысяч рублей. Нормально вообще? Короче, здесь есть еще имена всех девушек, которые выступали. Тут есть очень смешные имена, но у них типа, как знаете, ники. И тут есть самое смешное, что мы нашли где. Саш, где базуки? Вот. Ну-ка, базука, ёпты. Так, нет, стоп, она выиграла. Во-первых, доброе утро. Во-вторых, мы сейчас идем в дом Алая. Ну не в дом, а скорее, как не знаю, музей Алая. Там сейчас будут всякие исторические костюмы разных домов. Ёпты. Это уже уровень какой-то парижский уже действительно. Не переживай, сейчас балетки тебе спит. Лиза хочет перевести вот эту фразу. Давай. А мы только что, если зашли, это вот первое, что нас встречает. Я сейчас постараюсь это перевести. С английского. Давай. Извините, у меня пока с французской не есть некоторые поблажки. Я хочу жестко креативить в своем доме, в этом, в Мерисе, дом, моя коллекция. Дома у меня есть коллекция фэшна, арта и дизайна. И вот он, мой архив. Ну конечно, первый музей, которым она за всю жизнь никогда так не интересовалась. Она даже, блядь, смотрите, переводчик достала. Ёпин боб. Девушка, я вам не мешаю? Короче, вообще, кто не знает, бренд Алоя, я вам сейчас так кратенько ДНК бренд скажу. Это обтягивающий силуэт, он вообще такой один из первых, кто начал прям выделять женскую фигуру очень сильно. Вот, короче, это все такие секси, облегающие платья, вот, еще всякое металлическое, типа, сеточки, какие-то детали и кожа. Ну, так, ладно, кожа у всех. Вот, и там платья, они действительно все подчеркнуты талией. Ну, вот, я вам сейчас покажу. Это вот такое ДНК Алоя, ну, платье Алоя, как минимум. Вот, видите, такое облегающее, и оно, ребят, оно в сетку, типа, в металлическую сеточку, прикиньте. Еще тут представлена мебель, она тоже в металлической сетке. Это мебель, которую он дизайнил вместе с его близким другом. Очень много металлических элементов. Он еще очень любил трикотаж, ну, в плане, очень много платьев трикотажных, обычных, вот, только металлических, если вдруг кто-то мог так подумать. Вот, но самое платье, которое мне понравилось больше всего, это вот это, это просто какой-то разъеб, ребят. Вот, оно такое красивое. Это платье 1991 года. Про это порте, это значит, что оно прям, ну, вот, продавалось, что его можно было купить. Это не прям, как сказать, не только для самых элитных. Сашка сказал, что вот он здесь сейчас где-то на выставке прочитал, что это дом, в котором он жирен. Все ближе и ближе к люксу. Я посоветовалась с Ириной, точнее, как это сказать, посовещалась с Ириной. Видите, и она подтвердила, что его, видите, его даже называли королем облегания. Вот так. Вот сейчас вы вообще обалдете. Вот это, короче, напрямую. Это вот та самая трушная, настоящая мастерская, где, собственно говоря, он и придумывал, и дизайнил все платья. И вот, когда он умер, вот оно вот так и осталось в тот день. И вот ничего там не трогали больше. Вот платье, над которым он, например, работал, то есть буквально еще дня 4, но кто-то бы его носил. Да. Ужас. Про мурашки. Обалдеть. Всякие пуговицы, вот эти видны. Ткани, столько тканей, да. Тут, например, написано корсеты, которые нехороши. С ошибкой, правда. Видимо, вообще какой был. Вот такая красота. Здесь, ну и пойдем там, будет на свои порядки, да, наведем? А вот смотрите, зеркало огромное какое-то для примерок. Это типа, тут еще было сказано, что здесь примерялись вообще. Мы поделали примерку самого крутецки, топовой модели. Ну, это логично. А нас что, не было? У нас нет. Мы еще не успели. Нам было 12 лет, Саша. Ну, халая кидс. Ладно, лучше посмотрите сзади, что. Это вообще разносище. Это вообще, это реально очень круто. Этого платья очень много использовали на Олимпиаде. В виде французского флага, такой огромный. Вот на Вокворл даже его показывали. Короче, в этом платье выступала Жуси Норман. Это популярная певица того времени. Она выступала на столетии революции. Был такой огромный праздник во Франции. И она выступала в этой мантии с гимном Франции. Как я поняла, сам президент как бы выбрал эту мантию, как бы, да, этот наряд создал. Вообще, господи, как же круто. И там еще есть такой отрывочек архивный, как это все создавалось. И, собственно говоря, отрывок самого выступления в этот день. Все, мы вышли. Нас сейчас встретит друг Саша Назар. И на своей машине повезет нас кушать к Тримуфальной арке. Я вам говорю, все ближе и ближе к этому. К парижскому люксу мы приближаемся. А еще, господи, мы пойдем на стритстайл, на показ. Пиздец, короче, че? Виза открыла столько всего для меня вообще. Целый мир. Считай. Охуе. Я в шоке. Итак, друзья, мы пришли, точнее, мы приехали на самое мое любимое кафе для завтраков. Оно для нас самых популярных. Оно называется каретте. Кстати, слово переводится. Наверное, это карета. Ладно. Вот, здесь очень классные круассаны. Эти whipped cream. Простите, фабрик, фабрик. Битые сливки. Битые сливки. Шоколадный. Шоколад горячий, это просто бомба. Вообще, обожаю это место. Ебейшее. Ставлю 10 из 10. Надеюсь, Лизе тоже понравится. Ну, тут, кстати, была огромная очередь. Мы очень быстро эту очередь прошли, да. Очень быстро прошла очередь. И тут очень много посадочных мест. О, май га. Ебейший. У нас завтрочек случился сейчас. Опа. Шоколаду горячего, Сашке. Ой, чтобы я так жила всегда. Господи. А не только сегодня. Друзья, я пробую тот самый крок. Ой, крок мадам. Это просто ебейший бутербродик. Ну, там, на самом деле, это просто типа сэндвич с колбаской, с сыром и с яичком. Боже, ну это жестко. Париж вайп. Очень сильно. Так, ладно, крок мадам. Во-первых, это был лучший крок мадам, который я когда-либо в жизни ела. Это понятно. Но вот этот луковый суп, от него аромат, ребят, вы не представляете. Блин. Сашка, ну-ка снимай меня. А ты сфоткал его? Нет. Пасай быстрее. На. С сыром, сыром прям со стенки его возьми. Реально? Ну это просто. Это пиздец. Фантастик. Ну это ты, ты что, на что он похож? Я вообще его не люблю, на самом деле. Он похож на... Это бульон. Бульон, ну луковый, ты чувствуешь этот луковый. Это говяжий бульон с сыром и с луком. Да, сыр там на стенках. Вообще это суп типа для этих... Там прям чувствуется, что это говядина. Говядина будет прям чувствуется. Муууу. Это ебан. Тракадеро, моя любимая смотровая площадка. Покажи людям. Покажи эту красоту неистовую. Красота. Давай типа я ее держу. Давай ее вот так. Давай теперь ты ее держишь. Здесь все так это делают. И сверху ее возьми. Нет. Ну ты, у тебя руки не дотянутся. Она слишком большая. Так, друзья, мы сейчас будем подходить уже к триумфальной арке. Но здесь нам по пути попался Макдоналдс, который снимался... Ну вот здесь снимался, по-моему, первая-вторая серия Эмили в Париже, когда она пришла в Макдоналдс. И здесь именно в этом Маке была коллаборация с этим сериалом. Короче, там был такой багет. Вот. Ребята сказали, что это было очень вкусно. Ну, Саша не был, был только назад. Короче, тоже исторический момент for McDonald's. Я сейчас, когда ехала, я просто ехала с открытым ртом, потому что это просто огром... Это... Вот так ничего не ощущается. Но это огромный чемодан Louis Vuitton. Я просто... Я в охуе. Но он пока закрыт, потому что, видите, он ремонтируется. Господи! Я очень близка к люксу. Мы зашли в магазин Сваровский. Смотрите, как здесь красиво. У них был ребрейтинг. Они сделали вот такие вот теперь коробочки розовые есть и есть зелененькие. И видите, типа, это флагманский магазин. Вот. И тут все украшения вот так в коробочках. Очень красиво выглядит. Вау, круто, у меня есть такие коробочки. Ну, и вот, собственно говоря, достопримечательность Парижа. Триумфальная арка. Попросил ее поставить себе Наполеон. Сказал, я много чего сделал, победил. Давайте мне отдавайте какую-то красивую экспозицию. Вот ему поставили такую арку, такие ворота. Она выглядит невероятно красивой. Там сверху вообще не видно. Даже если приближена, наверное, будет не видно. Сейчас попробуем на телефон. Снять сейчас мы кадр с телефона возьмем. Вот, смотрите, как там красиво. Там можно еще... Там есть метровая площадка сверху. Но мы будем подниматься на Эфилиппу башню, поэтому я подумала, что на этом не будем подниматься, на арку. О, как красиво! А еще, короче, здесь вот эта вся полоса, вот эта вся дорога, это перекресток. И он без полос, он без светофоров. Здесь очень хаотичное движение. Здесь всегда постоянно много аварий. Здесь очень много людей сбивали. Короче, здесь вот как хотят машины, вот они так и ездят. Вот остановился, видишь? Видите, машина просто остановилась, ждет поток. Кто-то едет, кто-то не едет. Вот как хочешь, так и езжай. И самое интересное, здесь, на вот этом участке, не работает страховка. То есть, если что, сам виноват. Прикиньте. Так, мы сейчас заходим в сувенирный магазин официальный такой. Такие есть маленькие бутики с продукцией... В общем, к Олимпиаде, которая была. Саша хочет там себе купить вот этого вот чудика какого-нибудь. Это типа, прикиньте, нормально, что это типа Эфилиппа башня. Честно, вот, а то и то же, согласитесь, да? Так, тут всякие значки есть по 5 евро. Тут есть всякие кепочки, футболочки. Ну и сам вот этот гумивер. Я не знаю, какой его зовут, простите. Ой, тут еще есть беретик тоже с этой символикой. Такие, такие вот маленькие сувенирчики. Вот брелок, зай. Вот брелки. Ты хотела брелок с этим чупиком. Как его зовут? Фрижик. Фрижик? Чижик-пыжик. Так, все, мы вышли на улицу с бутиками. Ну вот от триумфальной арки просто сюда, туда пройдем и туда завернем потом. Мы сейчас находимся около Эпла. И мы решили подтыкать по кнопочкам, посмотреть, что такое 16-й айфон. Пойдемте посмотрим. Ой, там какой-то двор красивый еще. Отхапали себя. Ну, Эпла всегда вообще в самых лучших местах находится. Реально в таких красивых. Ух, нет, не сбивайте меня. Ну, смотрите, розовый. Теперь, наконец-то, действительно розового цвета. Реально очень красивый. Он похож на... Вот эти камеры похожи на 7-й C, по-моему, он назывался. Или 11-й. Короче, они прям такие кругленькие, широкенькие. Ну, цвет ебейший, реально. Так, продолжить. Нет. Так, смотрим, что у нас по камере. Камера. Ну, вам будет плохо видно, но она абсолютно не такая же. И мне самое интересное, ребят, момент X. Будет ли здесь фотошоп включен или не включен? Потому что это проблема новых айфонов. Мне кажется, да. Кстати, нет. Все, слава богу. Ну, так, он немножко, не сильно, не сильно. Ой, моя любимая еще фотографии смотреть на айфоне. Так, пофоткали чужих людей. Селфи не делали, что ли, реально? Нет, селфи не делали. Ну, вот они вот показывают вот эти вот фильмы, которые можно снимать на айфон. Ну, насколько это правда-неправда, не знаю. Ну, вот то, что вот это обновление и тут все затемненное, это просто пиздец. Это отвратительно выглядит. Ну, если обновить айфон, у вас тоже вот такая штука может быть, что типа все вот в таком цвете будет темное, типа. Отвратительно просто, господи. Ну, камера такая же вообще, я не заметила никакой разницы. И немножко фотошопчиков все равно есть. Купишь, 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 купи, пожалуйста, купишь, вот этот мне купишь. Я бы такой, представьте, такой, да, зеленый. А мне розовый. Ламу, 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 ламу. Вот такой вот лонгслифт. А, это кофта. Симпатичная, симпатичная. Сейчас будем посмотрим. А, подождите, я в мужском. Это только мужской. What the fuck? А, нет, это еще и женский. Сейчас буду показывать вам айтемы, которые мне понравились. Ребят, все, я нашла то, что будет описывать меня идеально всегда. Это просто в попадке миллион раз. Берем. Скорее, в трех размерах. Даже не обнуждается. Я это, конечно, брать не буду, но это тоже, да, к этой футболке прям идеально. Более. Ребят, посмотрите просто какие цвета. Во-первых, никогда не было фиолетового. Вообще, как будто Адидас отрицал этот цвет. Теперь очень много разных появилось оттенков. Очень много разных фиолетового. Кампусы, смотрите, какие классные. Под вот этот айфончик розовый, вот эти кампусы. И очень много красивых пар носков. Вообще, типа пастельные, яркие, очень красивые носочки. Эта сумка, этот радикюль, этот тюмадам. Он очень классный. Эко-кожа, скорее всего. Ну, а куда мне его, извините? А куда? Смотрите, какие шарфики милые. Такой вот розовенький. Такой эмма, да? Вот этот лунгслив еще очень классный. Можно было бы классно застилизовать, но не в мою эстетику. Ну, это разъеб. Вау. Она, конечно, села оверсайзно, но она и есть оверсайз. Но она смотрится нормально при этом. Я взяла эсочку. Боже. Да лучше, вот лучше коллаборация. Если бы тут еще был миу-миу. Вообще, представляете, что бы было бы? Я бы скупила все. Вот все футболки, чтобы это были эксклюзивно мои. Потому что, ну, господи, ребят, это пиздец. Я очень сильно хотела себе эти шузы, очень сильно. Прям, ну, типа, очень. Ну, блядь. Тут такие тупые расцветки, типа, электроник ярко-синий. И только вот серые с вот этими оранжевыми полосками. Они, если что, неоновые. То есть, сюда пиздец. Ну, вообще не в мой типаж. Но нам сказали, что вообще, по идее, там, в Италии, в других странах, они могут быть в других расцветках. Мне очень нужны черно-белые. Если я найду, я даже вообще, ну, типа, все. Это пиздец. Хоть там будет 35-й, я, значит, себе уменьшу, сделаю операцию, уменьшу ногу. И чтобы у меня нога втиснулась в 35-й, блядь. Самый огромный лакост. Знаете, на этом моменте, в этом влоге, моя мама прослезилась, в общем. Мамуль, личное обращение тебе, донила кости. То есть, получаешь летом визу, едем в Грецию, потом в Париж, и тут зайдем, купишь все, что хочешь. Просто посмотрите, какие офисные, ну, как бы мне сказал, да, нацар, просто офисное здание. Ну, вышел, поработал, потом зашел в Гучи, в Баленсу, так, купил себе футболочку, пошел домой, поспал. Пиздец. Аукцион Sotheby здесь еще проходит. Это всякие... Что это, я не смогу... Это ювелирные украшения тебе, да? Нет, картины, скульптуры. А-а-а, я думал, такое ювелирное украшение здесь продают. Ладно, ты лучше расскажи про Жак-Мюс. Да, мы идем Жак-Мюс. Ну, погна. Вы, конечно же, будете смеяться, но мне пипец, как нравятся эти лоферы с этим квадратным носом, мысом. Вообще, да, и вот эти мне так нравились. Ну, и, конечно, не носила бы их. Это мой вайб. И вот это мне еще понравились, вот эти балеточки. Господи, лодочки, а не балеточки просто. Байдарочки. Сапоги. Спасибо этому дому, идем к другому. Мючего, меня уже ждет в гости. Ребят, заглянули так чисто на утренник в блинсягу. Посмотрите, что здесь. И я нашла... Я очень хотела себе сапоги. Я нашла вот такие вот ебейшие сапожки. Они похожи... Подошвы на Нью-Роке. Стоят такие сапожки у нас 130 кесиков. Ну, нормально, кстати. Вообще-то даже очень нормально. Они мне очень понравились. Очень сильно. Хотела такие... Ну, не то, что похожие на Мю-Мю. Я вам сейчас придем в Мю-Мю. Я покажу, какие я хотела сапоги. Но у Мю-Мю тысяча подделок. И даже в Мосмаркет их уже подделывают. Поэтому легче купить в Мосмаркет, а не Мю-Мю. А вот эти выглядят... Как это сказать? Короче, таких идентичных я не найду. Поэтому мне это нравится. Проблема еще в том, что здесь только 39-й есть. И 41-й, и 40-го-го нет. А 39-й вот эти вот, они мне немножко жмут. Но они ебейшие, конечно, друзья. Ох ты. Блин, только вот вопрос в том... Дорогие мои, как же я их повезу-то? Как их везти? Вот это вот вопрос хороший. И большой. Интересный. Не знаю. Ну, ничего, господи, я придумала. Чемодан куплю новый ради них. Вообще, на самом деле, я очень долго хотела себе вот эти. Они очень теплые, если что. Вот в Исландию можно буквально в них было ехать. Есть еще вот такие розовые. Ну, розовые пиздец. Нет, ладно. Вот эти коричневые. Но... Меня, ну, не очень поймут, скорее всего. Прям вообще. Особенно в розовых. В этих еще, ладно, в которых я сейчас. Блин, но они очень классные. Мне они очень нравятся. Так, мы пришли в кафе Диор. Саша сказал, здесь очень вкусные десерты и кофеек. Да. А еще меню, ну-ка, демонстрируем. Тут меню в виде... Нет, Назар, ты сейчас в тех крест, ты на крестьянском. В виде звездочки. Как у Диора, да. Ну-ка, давайте посмотрим, что же нам Диор сегодня даст на обед. Что же тут? Ух ты, и все на французском. Вау, мне подходит. Я же сдавала на два. Сейчас у меня, к сожалению, уже А0. Зай, переводи мне, пожалуйста. Мы будем просто Литуаль Диор, это очень вкусно. Ну, спасибо. Итак, вот такой вот у нас есть шоколадный десертик. У нас остался только один, поэтому на двоих. Нет, это Термесу. Это не тот. А еще что-то будет? Вот, еще одна Павлова. А, еще вот такая... Ой, я даже не заметила, что такая роза у нас тут есть. Мне принесли Америкалю. Обычные, если честно. Но вот эти вот тарелочки... Мне кажется, одна вот эта кружечка стоит тысяч писяк. Это Термесу. Быстрее, охранник, смотри. Очень вкусно, очень. Так, пробочка, ну-ка, быстро рассасываемся. Лиззи барашек приспичила в Мю-Мю. Ну-ка, быстренько все в сторону. У нас 30 минут до закрытия. Быстро. Бля, то, конечно же, в Мю-Мю мы не успели. Зато Сашка успел себе купить ремень Балинсяга. А в Мю-Мю мы не успели. Вот закрылся, но с передносом. Вау! Сашка мне обещал, что мы сегодня 10 часов будем там. Ну, похуй, ладно. Короче, мы идем в Мадлен. Это католическая церковь. Я сначала думала, это музей. А потом мне ребята сказали, Лизка, это церковь. Очень антуражная, интересная, необычная. И тут, кстати... Сейчас, ладно, Саша лучше историю знает. Десерт? Я ничего не знаю. Десерт? А, да, здесь десерт такая... Ну, это хлебушек, и внутри в нем что-то сладенькое такое... Это что, в честь церкви? Это медовая. Ну, не в честь церкви. Придумали здесь или что? Закрыто. Закрыто? Ну, что ж. Одни двери перед нашим носом закрылись. И вторые. И вторые двери тоже закрываются перед нашим носом. Бонсуаре. Блин. Сос. Мне так нравится, они сегодня весь день гуляют от меня на вот таком вот расстоянии. Я хожу одна, они от меня убегают. Да я просто хожу медленно, потому что у меня обувь неудобная, она, типа, скользящая. Лоферы, носочки, я немножко скольжу. Я гуляю, это, фолловью их. Просто за ними следую. Куда они, туда и я. Ну, мы вот буквально весь день ходим вот так, раздельно. Они не со мной. Так, привели меня вот на такую вот красивейшую площадь. А, кстати, это вот что, Саша? Я это не знаю, но знаю, что вот в этих окнах постоянно снимают кампании Баленсиага. Там было ограбление Булгари, например. Или есть министерство юстиции? Нет, это и ладно. Вот там, вот там жила Скиапарелли, а Шанель напротив, и они ненавидели друг друга. Какая ваквощица, смотрят на друг друга, они ненавидели друг друга. А что здесь проходил Вокворлд? Да. Все сидели тут, и этот концерт был классный. Так вот это, о чем башня? Да вандомская эта башня, ни о чем она. Круче все, что сбоку. Мы пришли в какой-то очень крутой ресторан, где сидят все модные инфлюенсеры. Мы не будем обсуждать мой внешний вид, меня Саша не предупредил об этом. Я заказала какую-то обалденскую утку, пюрешку. И, короче, это опироль, только он не с апресином, а с личи. Это очень вкусно. Господи. Мы люкс. Все, мы дома, уже помылись. Сейчас будем ложиться спать, потому что завтра рано вставать в Диснейленд мы едем. Я хотела вам что рассказать напоследок этого дня. Я сегодня в Сифоре купила вот эту The Ordinary. Это сыворотка с неоцидамидом. Как я поняла, как я прочитала. Тут, кстати, неоцидамид и еще цинк есть. Он подсушивает. Он должен мне помочь бороться с закрытыми комедонами. В Тазоне у меня их очень много. Поэтому я решила посмотреть, что будет. Поэтому пока я веду этот влог следующий, я буду использовать эту сыворотку. И у нас такой эксперимент будет на протяжении двух влогов. Посмотрим, лучше ли станет ситуация с моим молодбом или нет. Все, покинуки. Друзья, сейчас башня из состояния такой яркой звездочки превратится в такую загадочную незнакомку. Она выключится, но при этом будет мерцать. Это происходит только в 0-0. А сама она горит, получается, загорается она где-то часов 8 желтым цветом. И вот каждые 0-0, то есть 8, 9, 10, 11. Она мерцает с желтым, а в 0-0 она мерцает, но без желтого. И поэтому это реально спешл. Вот, ты как, предвкушаешь? Да-да. Давай, все, ждем. Сейчас как ебанил. Давай быстрее. Ой, Коля, ты давай скорее, я уже загорался. Все, смотрим. Давай, не отвлекаемся, смотрим. Ой, бля. Ой, подожди, а что она не выключается? Что за бред это? Ты меня наебал. Нет, это что? Ну, ебель, ебель. Да, это совсем не стоит того, чтобы замерзнуть. Ребят, ну это вообще анриловое. Ну, блин, вообще-то так всегда было. Вот реально 0-0, я вам не пишу. Бля. Нет, ребята, я не наебал, просто она через минутку выключилась. Ну, вот это же, да, другое дело. Это же вообще другая эстетика. Это же шикарно. Это же просто перфект. Тебе как? Как тебе? Что творит? Все, и вот она потухла. И такой она, ну, темной будет прям, я не знаю, ну, до 8 часов вечера завтрашнего дня. Точнее, уже сегодняшнего. Друзья, доброе утро. Мы выехали в Диснейленд, прикиньте. Посещаем все Диснейленды, все эти парки, аттракционов, когда мы здесь находимся. Ищем самый ебейш. Ехать нам минут 45. Ой, ой, ой. Мы проезжаем, отвлечемся, потому что мы проезжаем статую свободы. Вот она, вот она, вот она. Вот она, вот она, вот она. Вот сосад Америка, сосад. Вот это подарок. Такой был шикарный. Американ, ну, я не знаю, просто прикольная башня. Друзья, мы приехали, вау. Это, короче, мы сейчас находимся в Аутлете. Он прям около Диснейленда. Мы решили зайти, потому что здесь Аутлет Мю Мю. Конечно же, мы должны были сюда зайти вообще безоговорочно. О, боже, сейчас мы возьмем кофейку в магазине Рай Флорен. Ну, так, чисто просто. Просто нам нужна нужда. Да. Это было ближайшее. Мамуль, тут есть... Ёбать твою. Бляд. А это моим любимым подписчиком и Донил Лакостя. Мамуль, когда приедем в Париж с тобой, мы идем обязательно в бутик Клоранс. Да ты хватит уже банками своими светить. Мамуль, мы сначала зайдем в Клоранс, а потом мы зайдем вот в этот домишко. Мамуль, давай быстро получай визу. Давай, это долгий путь. Так, мне не разрешили снимать в Ами Париж. Ну, это такой бренд, если что. Ну, если вы не видите вдруг. Не переживайте, я все покупки вам покажу. Мы там взяли, Саша себе взяла лонгслив, а я себе взяла еще носочки. Очень красивые, бежевые, три пары за 6 тысяч. Очень приятно. Вот. Очень красивые, милые такие, сердечками вот этими их, с их логотипом. Очень классно. Но, друзья, я все жду, когда мы дойдем до Мил Мил, потому что он в самом конце, а мы в самом начале. А мне только туда надо. Такой классный кардиганчик в окно студию нашла. Ну, слушайте, такой есть бифри за 3 тысячи, а тут за 30 тысяч. Поэтому выбираем бифри. Ребята, я вам потом все вот это покажу. Но мы уже у Диснейленда. Я там уже видела один аттракцион, и я уже обосралась. Блядь, он развел меня на эти уши. Они все-таки достались мне. Господи, он сказал, что я должна это иметь. А сам, господи, его выбор. Его выбор, блядь. Мышка выходит ямуч. Блядь, я вообще-то это, из ужастика мышка. А, типа вдова. Микки сдох, блядь. Оставил мне царство, это царство. Что мне с ним делать? Вообще-то мне, блядь, то, что я, это, девочка Микки. Ребят, вот этот отель. И там, короче, падающий лифт, прикиньте. То есть на протяжении всех этих этажей там падает лифт, поднимается и падает. Я сказала ребятам, что не падаю, потому что у меня паник рум начнется очень жесткий. Так, первым делом мы решили покушать, потому что мы вообще не завтракали. И мы идем, короче, мы сейчас платим за вход, и там буфет. То есть мы сможем выбрать, там есть креветки, фасоль, нахицы, то, что хочешь. И там вот, типа, еще немножко смоникулярно, ну не молекулярно такая, типа, химия, вещества. Там работает дочь шефа, дочь Баринова. Дочь Баринова, там Катя работает. Она же из Парижа, Катичка. Она из Парижа работает там. А музыка, там наклейки с бананов забирают, он везде нужен. Девушки, пропустите нас побыстрее, у нас свадьба. Свадьба, у нас роспись через 15 минут в замке этом, в Диснеевском. Давайте, блядь, побыстрее, мы поесть хотим. Дорогие, не нужно, не нужно, не нужно. Мы хотим, друзья. Знаешь, что у нас свадьба, им пуху вообще? Вообще. Хи-хи-хуха. Даже не предложила столик, самый лучший с видом на дворец. Так, все, нас посадили, смотрите, здесь даже салфеточки в клетку такие. Здесь можно, ой, нам дали, видите, боже, нам дали разукрашку, можно пока поразукрашивать. Еще здесь типа соль, перец, всякий соус, видите, тоже в пробирочках. Так концептуальненько, конечно. И коктейли здесь тоже, вот видите, в этих всяких колбах. Но мы не будем, наверное, брать, потому что они платные, мы и так заплатили. Либо аристократы, либо дегенераты. Где твоя свадьба? Ну, мне пока, это, ничего страшного. А кули невесты не в фате? Блядь, нереально без денег. Да, ты сам сказал, Алёв. И мне на мозги давит уже. Кружок саморазвития. Наконец-то мы осознали, что у нас невероятные таланты. У нас невероятное количество серотонина. Ой, да, серотонина точно. Серного вещества, когнитивных способностей. Или, по-другому, Мона Лиза вчера, позавчера вдохновила. И вот она пошла тоже хуячить, как да Винчи. Господи, мы как в отеле в Турции. Тут можно взять всякие закуски, салатик сделать даже, свой Цезарь. Видите, соусы тоже все в пробирках, в колбочках. Какой-то вон голубой салат, креветки есть. Ну, короче, здесь фуршетик. Можно набрать всякого. Реально, вот прям как в отеле в Турции. И вход сюда стоит, еще раз напоминаю, 45 евро. Ты платишь и все. И набираешь сколько угодно. Но войти можно один раз. Всякие вкусные блюда. Опа. Так, сейчас я наберу и вам покажу. Вот столько всего я набрала. И тут есть, прикиньте, рыба прям вообще. Господи, это в Париже бы стоило на самом деле. Мне кажется, евро 80 такая тарелочка. Мы сейчас находимся в Марвеле. Смотрите, и там железный человек ходит. Господи, дети в шоке. Настоящий, трушный. Дети в ахуе. Ой, они все в шоке. Вау, как мило. Так, мы сейчас идем на горку от Марвел. Там американская быстрая, типа, американская быстрая горка. Назар сказал, очень страшная. Но, к сожалению, снять, конечно, не смогу. О, вот они, вот они сидят. Блядь, мне страшно, че ору. Впечатление. Ой, ебейшее. Хорошее, активное. Ну, это как в «Острове мечты» и «Черепашки-ниндзя». Да. Накрытая американская горка в помещении, в темном. Но при этом там была графика такого космоса. Я не видела, я тебя сейчас. А, ладно, расскажем об этом мы. Короче, там была, типа, графика космоса. Всякие такие флэши. Человеки не пауки, а и человеки железные. Нас со стороны в сторону вверх. Из-за того, что мы были как бы в темном помещении, казалось, как будто бы нас хуячат жестче. Я на мере, если бы там... Я потерял пространство. Да, я тоже, потому что теряешь пространство и не понимаешь. Мне казалось, нас ни разу не крутили вот петлёй вниз, потому что я не чувствовал, что меня прибивало. То есть, плечами не чувствовал. Но мне головой казалось, что так реально происходит. Опа. Мини-маус уже. Вы уже не мини, а она уже выросла. Всё, мы идём дальше. Мы идём в падающий лифт, но без Лизы. Лиза не переживёт это. Ребята пока пошли на падающий лифт в аттракцион. Я нет. Я понимаю, что я не смогу потом вообще нормально заходить в лифт. Это для меня огромный страх. Поэтому я сказала, ребят, давайте вдвоём. У меня купили водичку. Сижу, работаю пока что в перерывах. Деньги надо зарабатывать на миу-миу. Ну, короче, Назар меня так вот грел, 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 грел. В итоге это казалось не настолько вау, как это он прогрел. У меня просто слишком был жёсткий прогрев. Короче, он поднимается, да, на самый верх. Тебе видится мир. Это типа как бы немного отель, в который шарахнуло в молнии. И всё, и там привидение. И вот эта вся хуйня. Девочка заебала. Да, девочка. Там, короче, ну ты поднимаешься, девочка тебе историю немножко рассказывает. Типа, я тебе говорила, не надо. Ну всё, и ты потом в итоге вверх поднимаешься. И тебя он вниз ходит, но не до конца. То есть вот, смотри, вот это, да, дом. Вот это, да, самый конец. И мы вот так, хоп, и всё. Потому что тросы. И мы максимум на метров 10-15 вниз улетали, а вместо там 30, который вся башня. Ну, поэтому было как бы норм. Особенно на первые секунды, когда я ещё ожидал всякого разноса. Назар говорит, подожди, это ещё не самый верх. Но потом после самого верх это было реально как звук сдувающегося шарика. Так, сейчас мы идём на Дори. Здесь показано, куда идти, каким горкам. Ребята сходили и вам эмоции свои рассказали. Вот этот детский аттракцион, вот этот детский аттракцион. Мы успеем посетить 5, но они должны быть самые, типа, лютейшие. На детские мы как бы не идём. Мы идём только на самые лютые. Как нам сказал Назар. Друзья, у нас фасттрек. И мы сейчас там очередь просто ебейшая. Там человек 300, даже больше. Там очередь на час 10. А мы за 5 минут прошли по фасттреку. Но на один этот аттракцион фасттрек стоил полторы тысячи рублей. Но, знаете, ехать сюда и не побывать на одной горке, это тупо. Поэтому ему лучше фасттрек купить и покататься на пяти, чем на одной, блядь. Лучше сходить, блин, сягу с утра было. Так, друзья, вот. Вот так мы сейчас проезжали. Въезжали вон туда. И там туннель. В общем, это тоже закрытая горка. Просто такая, типа, мини-история Немо. Но она не ебейшая. И час стоять ради этой горки нет. Типа, ну, не надо. Она прикольная. Но я второй раз на Марвел сходила бы, типа, ещё раз. Вот. Но час, наверное, нет. Только фанатам Немо. Боже, я забыла, как тебя зовут. Но я помню, что я очень любила этого персонажа. Клуто. Так, а мы сейчас в зоне, где, ну, кушают. Тут, кстати, палаточки с разными странами. Типа, там, Берлин, Германия, Франция, Италия. Всякие пицца, пончики. Именно, которые традиционные блюда. Типа того. Потому что мы в зоне Рататуя, друзья. Мы в зоне Рататуя. Сейчас пойдём тоже. Это очень крутая горка. Я на неё, вот, на неё я очень хотела попасть. Но тут безумно красиво, как реально. Маленький, маленький поры. А ещё мы идём сейчас в сувенирную лавку Рататуя. И мы хотим купить крысу Марсу. В Японии мы купили ему анигири, игрушку собачью. Он её обожает. Это его любимейшая игрушка. Надеюсь, с крысой будет такая же история. Ой, смотрите, тут в сувенирной лавочке есть всякие кухонные приборы ещё. Так круто. Ой, вот эти вот для мороженого ложечка. Господи, реально. Любители Рататуя, вам сюда. Саш. Блин, не знала, что за моей спиной крыса. А это была моя подруга. Никакого. Короче, у Сашки вот здесь магнит с одной стороны, а с другой крепится этот Рататуй. Саш, а Мартик, если узнает, что у тебя появился ещё зверёк. У меня появился другой. Так. А как это убрать? Ах, смотрите, тут есть книжка с рецептами от Рататуя за 15 евро. Ах, как мило, господи. Там просто ебейшая очередь опять в 500 человек. Внимание, наша очередь. И мы не по... Мы, короче, пошли по очереди, где по одному катаешься, потому что тут 4 человека перед нами. Вот. Там, короче, сейчас будет эта горка, и там будут запахи, вода, огонь. Короче, какой-то экстримчик, интерактивчик. Саша попробует подснять, потому что я на камере боюсь подснимать, но я боюсь её уронить. Саша берёт на себя эту ответственность. Да, вот здесь. Что? Да, это всё. И самое главное, пахнет сыром, например, прямо сейчас. Очень сильно. Здесь и нас как будто капает, и ветер, воздух порываю его, и сами запахи. Вот сейчас что-то хрустящее, вкусное, жареное. Вау, это очень... Ай, водичка, шампанское на нас пролили. Ого. Итак, Лиза пошла, я её не вижу пока. Блин, да где же она? Вы видите, ребята, её? Я лично нет. Ну, короче, там где-то есть Лиза. Хотя по её ору я бы, мне кажется, её услышал. Ну, реально. Видите? Друзья, мы попали под Ливий. Забежали купить дождевики. И когда мы сейчас их надели, дождь закончился. Пиздец. Они стоят 13 евро. Вау, какая ты красивая. Сзади, покажи там прикол. О, сувениры. Ребят, мы попали в другую часть парка. Она такая более, ну, для детей. Но здесь так красиво. Даже в Японии на самом деле было не так антуражно. Там было тоже кипец как красиво. Но здесь просто я хочу здесь жить. Мамочки. Это если что, все сувенирные лавки. Там есть вроде как кафешечки, да? Да. Господи. Ну и, конечно же, замок. Сейчас мы подойдем поближе, я вам покажу. Но здесь разно, скажи. Ага, вот уже к Хэллоуину готовятся. Ой, да, кстати, там тыковки. И сверху тыковками украшено. Реально, уже к Хэллоуину все подготовлено. Ну, слушайте, как будто бы здесь замок чуть-чуть посвежее, чем в Японии. По ощущениям. Такой он. Краска там как будто уже немножко, так, знаете, подслезла. Такая более бледная. А здесь посочнее выглядит. Может быть, из-за того, что в Токио был дождь, а здесь теперь солнце ебошит. Вот сравните. Это токийский. У него, конечно, шпили поинтереснее. Но именно внешне этот явно выигрывает. Этот прям очень красивый. Очень. Он как будто из мультика. Еще вот эти квадратные деревья очень красиво выглядят. Короче, этот... Ой, блядь. А то что тут утки ходят? Ку-ку. Нихуясы. Короче, мы сейчас в зоне джунгли. Тут типа король и лев мультик еще. И там есть даже домик на дереве. Представляете, сюда можно подняться. Как мило. Такой же водопад. Не хуже, чем в Исландии у Саши вообще этот водопадик. Как красиво. Это зона мне нравится пока что больше всего на самом деле. Очень красиво оформленная. Очень. Прям продуманная. Даже камыши. Уточки, камыши. Тут все зверя собрались. Блядь. Только сказала про зверей. Вы посмотрите, какие окуни. Они с меня размером. Блядь. Я испугалась. Я увидела, я реально обосралась. Какие они огромные. Господи. Не дай бог туда провалиться сейчас. Друзья. Это самая лучшая горка. Господи. Называется она Громфан. Да? Как-то так. На английском это просто лютейшая. Во-первых. Во-первых. На нее очередь 75 минут. Но мы по фасттреку. Мы за 2 минуты. Очередь огромная. Она ехала, ну типа, весь маршрут. Минуты 3 точно был. И он очень крутой. Типа, сверху, вниз, в туннеле, под водой. Мы были в туннеле, под водой сейчас плыли. Очень круто. Очень, правда, шумно. Я уши закрывала, потому что было очень, ну, громко. Но это очень круто. Мне очень понравилось. Это реально самое, самое крутоещее. Скала просто супер. Просто. На нее идите сразу же. Вам понравится. Реально, она пока самая лучшая. Смотрите, мы сейчас идем в зону пиратов Карибского моря. Это был наш с папой любимый. Ну как, был. Есть наш любимый с папой фильм. Господи. Я сейчас с папой фотки отправлю. Он просто обалдеет. Вау. Короче, Неч Назар рассказал, что сначала появился этот аттракцион пиратов Карибского моря. А потом по этому аттракциону сняли фильм. Вообще, представляете? Я сейчас выпала вообще. Я не знала об этом факте. Вау. Господи. Папа. Папа, этот момент для тебя. Друзья, мы едем сейчас на гонеточке к пиратам Карибского моря. Надеюсь, Джека Воробья сейчас мы встретим. Ой, так красиво здесь. Вау. Мы прям как будто это, да, на лодочке просто катаемся. В каком-то, да, в Венеции. Ой, как красиво. Вау. Смотрите, как круто. Детейлз. Показываю. Господи, как красиво они все сделали. Правда, жарко тут и душно, и влажно, но это вообще не важно. Мы в тропиках. Мы в тропиках, да. Мы сейчас внутри замка самого находимся посередине. И тут, посмотрите, тут новогодние игрушки с Астичем, с Микки Маусом. Господи, Саш, вот эту мы берем. Зай, вот эту мы берем. Вот эту. Вот эту. Ой, ребят, здесь можно еще подняться на второй этаж. И тут все с тематикой Белль, потому что, ну, замок-то Белль вообще, так кто не знал. Тут всякие вот картины. Вообще, это ковер, а не картина. Вот. И вот такие красивые мозаики. Вау. О, господи. Ой, еще и можно, смотрите, как смотровая. Ой, я думала, тут будет сама спящая красавица. Но так тоже красиво в целом. Ой. Ой, мозаики очень красивые. Малефисента. Тут же тоже есть. Круто, круто. Не, вообще, у них, конечно, details-ы, это что-то с чем-то. Это очень красиво. Они вообще, вот в этом плане молодцы. Почему ковер-то, я не могу понять? Ну, ладно. Ой, а снизу замка, смотрите, там есть дракон. Ну, правда, только его голова, но тоже бесплатный интерактивчик. Подождите, я вас обманула. Смотрите, вон, вот голова, а это еще туловище его. Ого. Он оказался милее, когда была такая голова. Сейчас как-то по-устрашающе выглядит. О, вау. Собственно говоря, опять пошел дождь, как вы поняли. Но он же не будет весь день то идти, то нет. Мы пришли на последнюю горку. Ракета называется. Ой. Говорят, она, типа, самая тут будет сейчас скоростная, потому что она вот оттуда вылетает, типа, так. Эта вагонетка прям вот так летит. Короче, все, идем сюда и едем на Лореаль-де-филе. Все, свобода. Друзья, мы вышли из этого парка. На самом деле, уже реально наконец-то, потому что очень, ну, я лично устала. Ребята тоже устали. Мы прошли сколько-то там, 7-8 горок. Это очень много для парка, на самом деле. Ну, потому что у нас очень много было фаст-треков. Вот, мы их покупали там в моменте иногда. Есть приложение Disney, и вы можете там купить сразу фаст-трек. Там билеты, может быть, карты там есть. И там показывается, сколько стоит минут на горку. Поэтому, если идете в Disney, обязательно скачайте это приложение. Вот. Значит, что я могу вам сказать? Мне этот парк и Саше понравился больше, чем в Токио. Именно Disney. Но Universal в Осаке, в Японии. Вот он на первом месте. Потом вот этот вот сейчас французский. И на третьем месте Disney из Токио. Наверное, как-то так. Остальные парки уже там дальше идут. Короче, классный. Супер. Обязательно сходите. По-любому. Ну, господи, в Париже уж точно надо идти в Диснейленд. Мы сейчас забираем сумки наши, вот эти, блин, тяги. Потом садимся в поезд и едем до Парижа. Пойдем перекусим в этом. В Старбаксе, наверное. И потом на Лореаль Дефиле. Так, мы решили зайти, надо выходить еще в Макдональдс, потому что Саша очень сильно хочет кушать. Да и Назар. Только я одна почему-то не хочу. Ну, ладно. Посмотрите, какой он огромный. Эти вот буквы М. Они такие, они такие масштабные. Вау, тот самый красивый Макдональдс, в котором я была. Короче, смотрите, я вам немножко покажу этого Макдональдса. Что здесь можно купить. Короче, что интересного я нашла. Во-первых, бургеры очень быстро сейчас постараюсь вам показать. Бургеры мы взяли, я вам покажу. И интересного десерты. Смотрите, сколько разных, типа яблочки, эти ананасики разные. И еще тут весьма кафе. Смотрите, я такого вообще никогда не видела. Шоколадный бургер и шоколадный тост. Вот, тоже очень интересно. Интересный бургер я взяла, вам покажу сейчас. А еще у них, смотрите, стаканчики и штучка для картошки фри. Многоразовая. Вот, смотрите, она прям пластиковая такая. Мой липтон. Сейчас будем пробовать с вами сначала бургер. Потом попробуем... Тут есть Крок Макдональдс, типа как Крок Мадам. Этот бургер стоил 700 рублей. Норм? Мне кажется, нет. Вот такой вот он, типа с чабаткой, с курочкой. Давайте попробуем. Нижнюю булку я убираю. Я же заем только одну. Мне не нравится тут курица. Она не очень вкусная. Блин, мне что-то не врубилось. Короче, курица очень жилистая, знаете, такая прям... Она и выглядит на вид не очень симпатично. А липтон, он как будто разбавленный подыша химозой. Пиздец. Так, ладно. Пробуем Крок Мадам. Крок Макдам похож на мактосту на завтраке. Ну да, прям похожий. Ну, вот он нормальный. Вот он вкусный. Но вот эта котлетка куриная пиздец. Попробуй. Нормуль. Не знаю. Все, мы сели на электричку. 45 минут нам ехать. Вход, ну как не вход, билетик стоил 10 евро на двоих. 5 на одного человека. Вот такие вот маленькие билетики. Вот. Едем на показы. Моя челка не готова. К показу. Она уже устала. Очень сильно устала. Ей бы уже отдохнуть. Я так развратительно выгляжу, это ужас. Блин, посмотрите, какое тут красивое метро. Оно такое прям эстетичное. Особенно вот эти вот красные лестницы. Очень красивые. Тут еще есть магазинчики такие. Палаточки внутри. Но они выглядят так цивильненько, знаете. И большой выбор всяких сладостей, журнальчики, чипсики. Мне очень нравится метро. Метро мне зашло. Единственное, выгляжу как бомжих, но ничего страшного. Господи, да я бы жила в этом метро. Че уж тут говорить-то. Реально очень красиво. Такое комфортное. Тут еще отсвечивает, но у них очень красивые вот эти вот вывески, надписи, куда идти. Даже показывает, куда идти. Типа, о, перег башня. Круто. Ой. Мужчина пишет в воздухе. Ребят, все, мы здесь. Было очень сложно пройти. Мы успели за пять минут. Вот сейчас уже начинается. Буквально. Я перехожу на телефон, потому что здесь будет сейчас очень тяжело снимать на камеру. Простите. Ну, доказывается, мы увидели, что будет еще Камила Каб... Вот это Кабелла. Я думаю, вы ее знаете. Они выгибали. Это уже десятая реклама, блядь, пошла. Кабелла. И так, друзья, распаковываем мою сумку Balenciaga. Мне ее подарил Саша. Саша, покажи себя. Да, сейчас я знаю, сколько я выберу. Чтобы все знали героя в лицо. Спасибо. Поглопайте в комментариях. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот такая сумка. С цепочкой такой. Я хотела на день рождения попросить у Саши винтажную Шанель. Тоже классическую. Я когда ее увидела, во-первых, она стоит 130 тысяч в аутлете. А Шанель бы Сашке вышла в 300 тысяч. Вот, то есть ты мне еще помогла. Да. Получается, что так. Ну, вот поближе я показал. Да. Такая мягенькая. Пушистая. Пушистая, хотел сказать. Ну, мягкая, короче. Из трикотажа. Цепочка мощная. Ну, короче, вот такая вот у меня теперь есть баленсиага сумка. Это от баленсиага у меня первая сумка. Сколько раз она сказала баленсиага, почитайте. Так, также мы купили вот в Ами, мы купили с Сашей, ну, на двоих, вот такие вот носочки. Ами Париж. Две тысячи каждый носочек. Да. Мило. Ну, это хорошо, кстати. Да, да. Вот лунгслив в Париже баленсиага. Мы его купили за 36 тысяч. Рублей. А был, да, за 36 тысяч рублей, а стоил он 64. А был, посмотри на этом. Был 64, а со скидком почти 50%. Ну, это топово. А сумка была 240 тысяч рублей. Пипец. А реально, мы уже не то, что ближе к люксу, мы просто и есть теперь люкс. Соответственно. Под лунгсливом баленсиага что-то лежит? Ну, это твоя. Это у меня, посмотрите. Не надо, не дай бог вы у нее посмотрите. А завтра мы еще, кстати, идем за сапогами баленсиага. А завтра, кстати, снимают влог я. Кстати. Кстати. Ну, Лиз, что так? У тебя дофига контента. Сапоги, которые мы купим, уже будем смотреть на моем видео. Да. У такого страшного мальчика. Ну, ничего. Вы потерпите. Бля. Все. Хорошего понемножку. Ладно, переходите ко мне в телеграм, там будут сапоги. Друзья, ну вот вы и досмотрели влог из Парижа. Я надеюсь, он вам понравился. Все это были очень классные три дня в Париже. Мне безумно там понравилось. Реально, это очень крутой город. Мне было, на самом деле, там комфортно, потому что я видела этот город через фейстайм Саши, и я к нему уже тоже как-то привыкла. Я не знаю. Ну, правда, типа, я знала, где что примерно находится, где что расположено. Вот, поэтому город для меня был уже более-менее понятен. Как третий. Как дача. Как Саша говорит, что это для него дача. Вот для меня тоже какая-то дача, где я была. Я знаю, это комфортное такое семейное место, что ли. Вот. Пожалуйста, переходите на мои другие соцсети. Вы можете зайти в ТикТок. Там очень много видосов из Парижа. Вы можете зайти в Телеграм. Там много разных мест, что я покупала и так далее. Вы можете зайти в запрещенную соцсеть. Там тоже много другого контента. Он везде разный. Вы можете заходить в соцсети и смотреть, что вам больше нравится. Вот. Поэтому, пожалуйста, переходите. Подписывайтесь. Я буду вас реально ждать. Там выходят каждый день посты, истории и все вообще. Каждый день я веду соцсети. Поэтому буду надеяться на вашу активность там. Ну, а следующий влог у нас будет из Испании. Мы сейчас в Испании уже. Точнее, мы сегодня уже улетаем в другую страну. Вот. Влогов будет много из Европы. Как минимум 4 точно будет влог из Европы. Ну, все. Ребят, подписывайтесь, если вы не подписаны. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я очень жду комментарии. Реально интересно посмотреть на вашу реакцию. Типа, как вы вообще, как, как вам это было быть? Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить другие влоги из Европы. Да и вообще другие видео. Ну, а все. Я вас всех люблю. Я вас всех целую. Господи. Все, ребята. У меня Dolce Vita. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok